Не сжимайся, выдвинем, дай, дай рукой ему кауке. И мы обменяем со меня. Если ты далеко сильно уходишь, то есть ты пытаешься уйти вот сюда, и руку вытащи, подлазнал уйти вот сюда. То есть ты, по сути, придержала руку и развернулась еще она, и она вперед ляжется ровно на предплечье. А так она у тебя упала вот сюда, вот у тебя, кажется, сейчас она тебе продает, она может пробить. Как бы ты ее придерживаешь? Нет, нет, нет. Вкручивай руку вперед, но иди на гицепс, на руку. Похоже. Еще более в руки и еще более в сторону. Чтобы вообще, вообще не съед. То есть надо ли кто-то, грубо говоря, от себя, от себя, от себя убирай. Уже. Очень-очень хорошо. Вот динамика, да? Взрыв и все, все. Даже мелкие ошибки, они прощаются, если есть взрыв. То есть на взрыве, на взрыве, на взрыве, на взрыве защищаемся. То есть взрываться, взрываться, вот и не подклируйте. Взрываться, просто поставить, не получится, промнет. Темп немножко снизить, давление немножко убрать. Потому что сейчас мы готовим. Мы работаем, по сути, сейчас ребята, на защищающиеся. Не давите на него настолько сильно, чтобы он начал пропускать, просто потому что вы его задавили. Взрыв. 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 Ты справился здесь, а ты просто отстранился от него палкой, ровно палкой, понимаешь, конечно. Три секунды осталось. За палку, расстреливай, расстреливай, расстреливай. Еще. Сейчас будет подводящее упражнение, вообще говоря, на ровную защиту от бокового удара. То есть как должна себя вести рука, какой мощностью обладать, чтобы противостоять даже очень тяжелому противнику. И история коротенькая маленькая. Коля Шеменев, тренер был, который как бы владеет всеми короткими штуками, ведет семинар, кстати, Елена Анатольевна была, в клубе Мусубе. Пришел, некто Паша Бадер, привез с собой некую Андрюху Чернобородову. А Андрюху Чернобородов, такой брат близнец Паши Бадерева, в районе 120 килограмм, боблин такой, шеи нет, банки такие. Ну, боксер, пред, профессионал. Насмотрел, такой, гы-гы, 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 гы, это гы-гы. Худя какая-то, гы-гы. Это вот, гы, нахуй. Я говорю, точно? Гы-гы, гуляй, нахуй. Я говорю, хочешь попробовать, он такой? Гы-гы, конечно, гы, нехуй. Я говорю, давай, трезь, трезь, он говорит, что-то я не понимаю. Я говорю, а тебе объясню. Перчатки сложноваты, поэтому никто не пробует. Ее не просуну так особенно. Кто можно? А без перчатки раз и все. Бам! Он говорит, как? Да как? А что это? Так, так. Просто как бы вот еще раз говорю, что неожиданно то, что жесткая конструкция вдруг возникает в самом теле удар в руке, которая должна, по идее, разогнуться и бахло дыкается, как будто штатикен, в которую залезла, летачила. Ну и упражнение. Кто у вас самый тяжелый в зале? Самый-самый тяжелый человек. Кто? Сколько ты есть? Он лежит. Больше 115 есть кто-нибудь? Он лежит. Две лежит. Есть? У нас есть и. Не надо. Иди сюда. Это упражнение. Что я здесь? Лоб. Да, раз, два. Я думаю, что у вас тут просто снимали. Он сто процентов не договаривались. То есть вы не планировали, не до вашего заготовка. В прошлый раз в его роли исполнялся Поле Миткевич. Значит. Да, да, да. Значит, что вы сейчас делаете? Представьте. Здание крайне простое. То есть я клону ему на плечо прямую руку, клади на лоб, две руки, и пытайся ее расставить. Дальше. Соответственно, сейчас мы все встали, положили руку и начинаем ее давить. Одну, вторую. Одну, вторую. То есть сколько у нас второго есть, там, справа. Спасибо. Одну, вторую. Значит, и держат один, и вторую держат. Ребята, сейчас избегайте рывков. Думал, потому что есть такой вот, как Коля, кстати, Виткевич. Он такой, раз. Такой. Раз. Думал. Раз. Потом такой, раз, раз. Потом, пожалуйста, раз, раз, раз. Я такой на виду не подал. Думал, сука, сейчас она рвет мне что-нибудь. Гад толстой жукой. А у него 30 кг веса, ну, плюс 200, там, 48 кг, это, там, многовато, особенность, да, вокалит. Он согнул меня все равно. Значит, вот здесь, вот это вот, вот и получается. А тебе на секундочку представьте, какой мощности должен быть туда, чтобы он мне вот не вот эту конструкцию сломал, а вот эту. То есть если я вот этим держу, хрен знает что, как я могу вот здесь, как это все согнуть. Ясно, да? А все это вот по связочному аппарату, на локтем. То есть, встали и понеслышали. То есть, соответственно, одна на магию, пару раз, позадай балку руки здоровья. То есть, встали, в меня все, ну, я задали, вот и два. Поехали. 6 минут. Как надо вроде бы так. Как? Чтобы сюда вот здесь ехать. Ехать, я стоял. Андрей Калыч, а руку как держать? Локтем вниз, чтобы вот так. Не дергай, мы просто пермонентно давим. Давим включение. Раз, и понеслышь. Согнул, согнул. Согнул, согнул. Ребята, рука прямая, не забыли. Согнули, беру. Нет? Гряз swift, один. Второй. И. Ребята, Una. Согнем? Согнем? Грязиль. Грязь. Сейчас, компактный профиль. И второй, давай. Ну, однажды. Не, тут как бы попарим, один сделал, второй. А то есть если вылетает локоть, то неправильно сказал. А хуй ее знает, что это значит. Локоть внизу на кулаке стоит. Очень хорошая статика, на акцент удара в том числе. А хотите, кстати, плякок покажу? Спасибо. 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 Спасибо.